В Турке закипает свежемолотый кофе, ароматный напиток подают к столу. Алимеса Лединовой сегодня исполняется 85 лет. Она родилась в Бахчисарае 1 июля 1935 года. Спустя много лет здесь же впервые голосует. Вместе с семьей отправляется на избирательный участок. Там пенсионерку встречают букетами цветов и небольшим концертом. Затем, с соблюдением всех нововведений и правил, бабушка отдает голос. Я говорю, первый раз я к Риму, свою родину буду голосовать. Праздничное настроение сегодня и в густо населенном Евпаторийском микрорайоне Исмаил Бей. Здесь в последний день голосования выступают артисты. В 2014 году явка была 50% чем-то. Сейчас гораздо больше. В эти дни были мы маленькой и дружной семьей. И хочется всем еще раз сказать огромное спасибо. А это дружная и талантливая семья из поселка Советский. Каждый из них виртуозно владеет музыкальным инструментом. Утро начинается с распевки. Сегодня и они все вместе идут на ближайший избирательный участок. Дети и родители по очереди голосуют. Сегодня есть возможность изменить ситуацию. Обновить конституцию, а вместе с тем отношение государства к семьям. А это верный шаг к стабильности и процветанию будущего наших детей. А это Кировский район. В микрорайоне Авдет красная палатка раскинулась прямо на придомовой территории. Местные жители говорят, голосовать таким образом гораздо удобнее. Кто-то пришел на участок даже с маленькими детьми на руках. Больше поддерживали семьи с детьми, с многодетными. Потому что дети, как бы, это наше будущее. Ждем от нашего правительства, что будет больше поддержка вот именно в этом направлении. Последний день голосования по поправкам 1 июля объявили в выходным. Сегодня свои голоса смогли отдать десятки тысяч крымчан по всему полуострову. Альма Савлакимова, служба новостей, телеканал Амилет.